Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Напоминаю, в этом цикле публикаций я хочу рассмотреть экономику секретного способа производства, политаризма или азиатского способа производства, АСП. Да, секретного потому, что его изучение было запрещено в учебных заведениях СССР. И понятно, почему запрещено. Согласно классикам марксизма-ленинизма, политаризм хуже не только капитализма, но и даже рабовладения. И если его официально изучали бы в Советском Союзе, то даже школьникам стало бы ясно, что у нас и близко нет никакого социализма, а у нас классический политаризм. Мой подробный ролик о политаризме будет на конечной заставке. Вместе с тем, здесь есть вопросы. Сила в нашем мире часто обратная сторона слабости. И наоборот. И в экономике политаризма это проявилось в полной мере. Его экономика в 20 веке не раз оказывалась не просто эффективнее, а намного эффективнее экономик самых развитых стран. И именно эти вопросы я хочу рассмотреть и наглядно показать. Какой же великий экономический шанс упустил наш нынешний президент Владимир Путин? Я уже говорил, что ничто так не проявило эффективность сталинской экономики, как Великая Отечественная война. Экономическое чудо сталинской индустриализации меркнет перед тем, что сумела сделать экономика Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. И чтобы это понять, давайте вначале посмотрим. Какими ресурсами на 1941 год располагал Советский Союз, и какими ресурсами располагала фашистская Германия. И уверяю вас, здесь вырисовывается очень интересная картина. Существует мнение, что фашистская Германия превосходила Советский Союз по ресурсам качественно, но обставала количественно. Это кажется убедительно, если смотреть на карту Советского Союза и, скажем так, не только на карту Германии, но и карту всех стран ее сателлитов на 1941 год. Территориальный СССР действительно намного больше. Кроме того, я уже писал, что Советский Союз к 1941 году стал второй экономикой мира после Соединенных Штатов. Но это именно кажется убедительным. На самом деле фашистская Германия намного превосходила Советский Союз по ресурсам, не только качественно, но и количественно. Да, СССР в 1941 году действительно формально был второй экономикой мира. Но это именно формально. Здесь важно учитывать, что Советский Союз имел дело не только с фашистской Германией, а он имел дело с так называемым Третьим Рейхом. И перед экономической мощью Третьего Рейха формально вторая экономика мира меркла кругом. И ой, как меркла. Обычно говорят, что население Германии на 1941 год составляло 76 миллионов человек, а население Советского Союза 197 миллионов человек. Вроде бы, ой-ой-ой, какое преимущество по людским ресурсам. Но это население Германии и СССР. Население Рейха же на 1941 год составляло минимум 283 миллиона человек. Причем именно минимум. Есть мнение, что даже эта цифра занижена и существенно занижена. Здесь есть вопрос, как считать. Скажу только, что по некоторым оценкам население Рейха на 1941 год составляло 480 миллионов человек. И к этому нужно добавить, что Рейх на тот момент составляли страны Европы. То есть самая развитая в экономическом плане страны на нашей планете. И если, зная это, взглянуть на расклад, то соотношение сил на 1941 год между Советским Союзом и Рейхом просто убивает. Вот цифры. Советский Союз управлял 18,3 миллиона тонн стали. Рейх 45,9 миллиона тонн. Больше, чем в два с половиной раза. И думаю, здесь не лишним будет подчеркнуть, что именно сталь является главным стратегическим сырьем. Поскольку производство вооружения и боевой техники без нее просто невозможно. СССР производил 48,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Рейх 110 миллиардов киловатт-часов. У СССР было 212 тысяч автомобилей. У Рейха 676 тысяч. И так во всем. Практически везде мы имеем количественное превосходство ресурсов Рейха над советскими. В 2-3 раза. И это, повторяю, количественное превосходство. О качественном превосходстве вообще кругом молчать надо. Думаю, всем понятно, насколько уровень развития производства и, что еще, наверное, важнее, развития культуры производства в развитых странах Европы превосходил советский. Советский Союз чуть больше 10 лет назад был аграрной страной. И его рабочие. Еще недавно практически все, за небольшими исключениями, были крестьянами. В то время как за развитием производства в развитых странах Европы стояли века и века развития не только собственной экономики, но и культуры производства. И если знать эти факты, то становится ясно, что пресловутый план молниеносной войны, план Барбароса, разрабатывали далеко не глупые люди. Гитлер имел все основания считать свой Бритский рейх реальным. Сказать, что шансы Советского Союза на победу при таком раскладе были минимальными, это ничего не сказать. У Советского Союза вообще не было. Не то, что ни одного шанса на победу. У него не было ни одного шанса даже просто на то, чтобы оказать эффективное вооруженное сопротивление. И да, он действительно был кругом обречен на сокрушительное поражение. И обречен на это поражение. Он был в считанные недели. И тем не менее мы все знаем, кто выиграл Вторую мировую войну. И повторяю, это экономическое чудо. В кавычках понятно чудо. Но тем не менее это кажется чудом, перед которым кругом меркнет даже экономическое чудо сталинской индустриализации. И пожалуй нужно добавить оно ой и ой, как меркнет. Таковы факты. И что на Западе? Что в современной России? Об этих фактах предпочитают помалкивать. Но беда в том, что и советская пропаганда в свое время не объясняла этого чуда. Вернее она объясняла это только преимуществами советского социалистического строя и трудовым героизмом советских людей в тылу. Совершенно замалчивая суть. Более того, научное объяснение этого феномена было официально засекречено в СЦР. Я его знаю только потому, что в свое время в Высшем военно-политическом училище изучал курс военной экономики. Понятно секретный курс. Убедился в ходе предварительной работы над данным циклом публикаций, что современные так называемые ведущие экономисты не только не знают, но и даже понятия не имеют об этом объяснении. Однако это объяснение узнать пора. Его пора узнать всем. И я опять повторю свое заклинание. Главную роль здесь сыграл экстенсивный характер советской экономики. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите в подсказке и на конечных заставках. Смотрите мои аналогичные ролики.